Всем доброе утро! Погодка просто сказка! Вон даже деревья зеленые. Ну, Атланта, Джорджия, это юг. Здесь тепло. Сейчас где-то в районе показывают 11 градусов. Сейчас быстренько поднимется температура. Погодка просто класс! Вчера было плюс 18. Еду сейчас на загрузку. Гружусь на штаб Висканца. В сторону Чикаго. Поедем. Сейчас приедем на загрузочку и будем смотреть, что там у нас ожидает. Это за мудак просто. Не вот этот вот, который впереди меня стоит. А я не знаю, видимо ли он или нет, впереди него еще стоит трак. То есть, типа, он такой взвесился, отъехал вперед и, короче, тупо встал и пошел за тикетом. Блядь, ну отъедь ты хоть куда запаркуйся, хоть на колонку встань. Просто пиздец. А в чем прикол еще? Что я сюда приперся? Весы тут рядышком находятся. Вот вес. Тотал. 44 228. 2 700 весят палеты. 41 528 весят груз. Я букал этот груз на 43 тысячи паундов. И они такие, бля, ну типа 43 тысячи паундов, окей, мы ему загрузим, а как бы палеты это типа не груз. То есть 2 700 они не учитывают, они только за груз. Короче, это просто пиздец. Я подхожу к ним, говорю, пацаны, блядь, я не могу взять такой вес, я могу взять не больше 43 тысяч. Слушай, да, типа все окей, едь на весы и дай нам пруф, что ты овервейт, типа перегружен. Я говорю, слушай, я не первый день в этом бизнесе, и я знаю, что это слишком большой вес для меня. Да, типа, но нам похуй, извиняюсь за маты, но нам типа реально похуй. Сидит там, блядь, ниггерская морда, это нахуй. Сидит и говорит, нам типа похуй, блядь, и, короче, все равно, едь, пока ты нам не покажешь пруф, что у тебя типа овервейт, мы типа тебя разгружать не будем. Ну, хорошо, что здесь там 0,9 мили, то есть меньше, меньше мили до скейла. Сейчас я буду перевешиваться. Приду, покажу ему, что, блядь, что чувак, реально, блядь, прикинь, я тебе говорил, черная ты морда, блядь. Короче, вообще, вывели меня просто пиздец. Я говорю, кто будет платить, говорю, за то, что я еду на весы, за то, что у меня ELD включена, вот эта книжка электронная. Короче, вообще, накипело просто пиздец. Сидит падла такая. Короче, капец, еще эта мудила встала там впереди. Короче, жопа, понедельник день тяжелый. В общем, короче, вернулся я сюда обратно. Блин, где тут этот долбанный динамик, который я постоянно своими руками перекрываю? Вроде так лучше. Все, сейчас перегружать будут опять. Проблема в том, что у меня перевес вот на вот эту вот ось. Если бы на заднюю, то я как бы ее мог бы подвинуть туда-сюда. А с этой я ничего не сделаю. Как бы fifth wheel, пятое колесо тоже тут бесполезно двигать. Во-первых, я его ни разу не трогал с того момента, как купил трак. И неизвестно, пойдет оно, не пойдет. Вообще не хватало сейчас проблем с пятым колесом. Поэтому сейчас он будет отсюда все полностью доставать. и будет грузить две одинарные палеты, а потом будет дабл по два. То есть сингл-сингл и дабл-дабл-дабл. Но все это собачий корм. Короче, там уже все рассыпалось. Блядь, этот корм я не успел отъехать. Уже все рассыпано. Короче, все развалено. Я даже не знаю, что там будет по итогу. Ну, не мои проблемы. Поэтому пускай перегружают. Самое проблемное, что я сейчас в городе Атланта нахожусь. И время уже начало второго. То есть я уже, в принципе, мог бы ее проехать, эту Атланту. Я понимаю, что я сейчас в самую жопу попадаю. В такие трафики, что ли. Но... Ничего не поделаешь. Понедельник день тяжелый, как говорится. Одно радует, что погода просто замечательная. Очень тепло сейчас в районе 18 градусов. Поэтому хоть это приятно. Вот. Так что сейчас перегружаемся. И еду снова на весы. Будем надеяться, что все на этот раз будет хорошо. Видите, даже ворона подтвердила. Кстати, ехать нам приблизительно 968 миль. Это почти... Ну, почти 1600 километров. Плюс-минус. Вот. Ехать показывает 15 часов. Ну, к этому времени можно смело накидывать где-то часа три. Где-то 18 часов займет. 18-19. Я уже отъехал. Отворот. Короче. Вот этот собачий корм. Вот он уже валяется тут. Короче, капец. Не знаю, что там... Что там впереди. Две палеты сказал, что достал. Вот так вот это все валяется. Все вот так вот разбросано. Можно вешать. За рукой неудобно. Все. Погнали на весы. Сейчас еще слайданусь немного. Погнали на весы. Выскочил я. Выскочил я. С этого скейла. Все окей. Ну, уже не буду показывать за рулем. Сейчас еду. Да, там все плотничком. Он мне убрал две палеты. И стало все очень даже хорошо. За бортом плюс 17. Да, загорелся у меня чек-фолд. Короче, на фокглайдс у меня так и не исправил. Я проблемой уже буду в Чикаго заниматься. Сейчас нет времени. Вот. Поэтому сейчас единственное, чего я хочу, это проскочить Атланту. Съезжаем на весы. И вот дает нам стрелку зеленую налево на выезд. Значит, на весы нам заезжать не надо. Вот. Дало из-за того, что вот там много траков стоит на весах. Поэтому. Вот справа там и инспекшены сразу делают. Короче, все проверяют. Вот офицер ходит. Вот здесь справа прям заглядывает на колеса. Короче, такой беглый осмотр. А мы выезжаем. А это уже для инспекции здания. У нас сразу заезжает. И там вас инспектируют. Но не вас, а трак. Вот мы идем на выезд. Нам повезло всем. Доброе утро. Ооо. Естественно, снова на обочине. Потому что вчера останавливался уже. Было 10 вечера. Естественно, места уже не было. Видите, как грязно. Водители бросают пакет и все. Все, что попало. Да. Ооо. Так что я сейчас завтракаю. Вот у меня автономочка работает. Вот там щелчки. Я не знаю, если слышно. Вряд ли. Так что завтракаем и будет еще 500 миль ехать. Вчера из-за вот этих вот манипуляций с весами, с перегрузками очень много времени потерял. Проехал всего что-то там 470 миль. Это очень мало. Книжка есть книжка. Никуда не деться. Электронная, имею ввиду. Так что завтракаем и погнали. Вот выехал. Хочу тут на Лавс подъехать в ближайшем. Вот погасла ошибка. Фоглайд. На противотуманке. Не знаю, что за фигня. Заработали мы. Было бы неплохо. С правой стороны. Вышка. Заборы. Их тут частенько видно. Вот когда проезжаешь в днем. Они гуляют. В пробах. Не всегда, кстати, варанчивают. Иногда в серых. А вот на шее, где-то 83-й. Съезжаем на Лавс. Вот заезжаем на Лавс. Сейчас днем хорошо от утра. Есть тракста пустой. Не есть где встать. Сейчас запаркуемся, помоемся, позавтракаем. Новый рабочий день. Вот и все. Вот и нашли местечко. Город Пиория. Уже мы в Иллинойсе. Тарас в Русске 250 миль. Почти приехали. Продолжение следует... Раз ons 내용. Продолжение следует... Первый день. Красивое место Из лета в зиму На улице минус 13 Я подъезжаю к разгрузке Короче, вот по такой дороге передвигаюсь Хрен пойми вообще, куда я еду Красиво, конечно, по зимнему Минус 14 Но боюсь, чтобы солярка не замерзла У меня антигель не залит Надеюсь, все будет хорошо Да, дорожка, конечно Еще там Там побежал дядька Это Аниша Я приехал на ферму камешем Привез собачий корм Короче, капец Вообще, тут у них шкуры енотов висят Это просто такая ферма Это такое забитое место Пацаны, вам просто Пацаны, девчонки, я не знаю Просто не передать Такая жуть Просто капец Я сейчас попробую тут поснимать Он сейчас сидел у меня в машине Я его посадил Потому что мы тут подъезжали Тут вот кибиточки стоят всякие Вот тут они живут Это просто такое место Просто капец Как тут крутится, не знаю Чистый лед Вот тут кибитки стоят Кони Собаки Короче, тут норм Ну, сейчас заеду, буду снимать Так, я заехал Вообще, просто тут Видите, тут не вытянуться Места нету И Просто жесть Я еле-еле сюда зарулил Сейчас будут вручную разгружать меня Ну, короче, вот Вот их дома И вот, получается Вот я на траке Здесь кажется, что широко Но Траком просто не вытянутся А там деревянное уже все идет Вот я фары включил Вот это деревянная отмостка И он мне говорит, на нее заезжай Вот она Вот она такая вот Говорит, заезжай Короче Тут этот хвост стоит Это телега И вот я кое-как заехал Потому что через левое плечо не получается То есть Тут вообще не проехать Ну, тут видно, что здесь Ну, просто здесь Если я туда поеду Тут горка очень сильная На камере не видно Здесь очень сильная горка Если я туда поеду То как бы все Это в один конец Они меня своими лошадами Просто не вытянут Вот И Отсюда я никак не проеду туда Ну, то есть, блин Камера не передает реально Но на самом деле Здесь просто жесть Вон вышка Ихняя Ветряная мельница Это или что это? Блин, пойми На улице минус 16 по Цельсию Вот такой вот здесь пятачок Чтобы было понятно Как бы траком здесь Ну, никак не развернуться И вот я приехал Тут у них школьный автобус Какой-то стоит, наверное Своих детей возят И вот я, короче, оттуда приехал Тут нету ни хрена вообще Просто вокруг Вокруг просто не души Я сначала вот сюда и заехал Точнее, нет, наоборот Я поехал вот так по кругу Объехал Выехал Думал туда сдать вперед И жопой Вот к этому зданию Ага, хрен там Вперед туда не проехай Там все Там просто, ну, не знаю Там просто вот гора такая Что просто капец Хорошо, что у меня новая резина И реально Я на старой просто не выехал бы Я что сделал? Я выехал сюда Обратно Вытянулся Ну, думаю, сдам назад Сюда Короче, и поеду сюда По прямой И через туда И через правое плечо Хрен там Тут просто гора снега Тут, может, не так видно, короче Но Тут гора снега И я просто ее трейлером Ну, 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 ну Никак вообще То есть я не мог повернуть отсюда Я не мог повернуть направо Я, короче, жопой Сдавал весь этот путь Сейчас я пробегусь Здесь плюс Скользота просто капец Вот я покажу сейчас Вот я Вон трак Вот я весь этот путь сдавал назад Короче, ну, уже темновато И вот я все вот это вот Сдавал назад Вот мои следы Сдавал, 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 сдавал назад Вот здесь вот я заламывал Задом Вот, вот Пошли мои следы Вот я туда заламал задом Протянул вот сюда вперед Немного вытянулся И пошел обратно задом, короче И Кое-как Ну, здесь просто Вы понимали? Просто вот Ну, лед Лед Просто лед Я говорю, если б не новая резина Все, то есть это даже бесполезно было бы Вот И вот я вот так вот аккуратненько Вот И вот здесь я Мои следы Крутился И вот я пытался Тут кое-как просто Оно кажется на видео Что типа, ну, места до хрена Но на самом деле Места вообще нет И то есть вот вперед я Ну, то есть вы понимаете Я заехал вот сюда вот назад И я пытаюсь как-то вот протянуть вперед Чтобы все-таки попасть в этот док Потому что ну тоже Заломать так И вот, вот Я максимум доезжал Вот мои следы Вот мои следы Короче, я максимум доезжал Потому что здесь дальше уже все Просто говорит О, тут она же подо мной хрустит Говорит Да все нормально, говорит Заезжай Ну, так бы я тут и остался бы Вот, короче, трак Стоит Подъезжаю на загрузку После Амишей На улице минус 14 Красота нереальная Но сугробы, правда, огромные Снега много Ну, красиво Доброе утро Вот так вот Я вышел с трака Хотя вчера заезжал Было нормально Немножко тут пацаны Снега наместили Как вам? На улице минус 16 Это я постоял Сколько тут? Девять часов сна Еще часик стоять Это я постоял Видите, как все завалило Снег метет, метет Чистят машины Ихние Там еще один пикапчик стоит Короче Погодка Шепчет Рискнул я сегодня Заглушить двигатель Хоть на улице было Минус 16 Но опускалась там До минус 18 А, видите, как снегом Все залепило Хоть опускалась До минус 18 Но я, короче, рискнул Заглушить машину Спал с автономкой И сейчас вот проснулся Вообще с полуоборота Просто Без всяких проблем Поэтому Все будет Вот как сзади меня замело А это у них Сугробы такие Ну, чтобы вы понимали Сугробы почти как Пол трейлера Даже выше Вот там есть места В общем, сейчас я Перееду вот туда Пускай они тут почистят Будем пробовать Грузиться Как отсюда выезжать Вообще, я не знаю С этой бумагой Ну, не конкретно С этого места Где я стою А Когда загружусь Я представляю Что на дорогах творится Что ж поделать Будем ехать потихоньку Все, ребята Меня загрузили Очень быстро Я не могу Мне так нравится Вот эта вот Такая оснеженность трака Вообще, так прикольно Смотрится Все, у меня там уже Зеленый свет Красота Сейчас там вынесли бумаги Сейчас я их подпишу Можно будет выезжать Брал я бумаги Сейчас Отъезжаю Вот у меня вес Тут в килограммах Сразу написано Вот И Тут сразу вот Адрес Сил Вот это надо будет Наклеить Конвертик Вон Наклейка ленты Так что сейчас Отъезжаю Клею Ставлю силу И Будем стартовать У меня вот Такой вот Такие вот Катушки Раз Два Три Четыре Четыре Катушки Четыре И Тут Ну, не видно уже Там еще Четыре Тонули уже Снега Конечно Я уже надоел Наверное Со снегом В этом видео Но Красота Действительно Нереальная Прям канадская Зима Потому что Тут в принципе До Канады Недалеко Все завалено Просто Все Круто Круто Надеюсь Что Спустившись В Алиной Сбежи К Чикаго Такого не будет Очень на это Надеюсь Нормально Я его так На бок Положила Да Трак Конечно Теперь Уже Без Снега Но Весь Просто В соли Белый Белый Надо Будет Мыть Иначе Будет Не Очень Хорошо Еще Стекает Он С него До Сих Пор Снег Как вам Трачок Беленький Взял Плоскогубцы Сейчас Срежу Сил Будем Разгружаться Приехали Снега Нет Почти Слезаю Сил Я предварительно Спросил Могу ли я Это сделать Мне сказали Без проблем Раз Без проблем Что Бумага Тут Никуда Не делась Так что Собачий Корм Повылетал Капец Ладно Ребят Буду Разгружаться Так Нажми на Паузу Задолбали Они С этими Авторскими Правами Короче Приезжаю Домой Да Кстати Я уже Дома И тут Меня Такие Фодарочки Ждут Моему Защитнику И Пишут Что Любят Меня Автограф Ставят Сейчас Будет И Баунти Самое Главное А это Мне Лампочки Это Не Подарок Это Я Сделал Подарок А вот Такой Подарочек Спасибо Енот Хорошо Что Только Мне Ударило Снова Включение Уже Утро У меня Тут Бардак Конечно Капец Просто Рабочий Процесс Я Замариновал Шашлык Пью Чай Нахожусь Дома Собственно Че Я не Снимал Там Ничего Такого Не Произошло То Я Разгрузился Где Я Был В Пенсильвании Там Загрузился Но Загрузился Я На Штат Вашингтон Город Сиэтл Вот И Я Приехал Домой Делаю Рестартер Четыре Часа И После Этого Завтра Буду Выезжать Утром На Сиэтл Сегодня Придут Гости Поэтому Сегодня Немножко Тут Опустошим Я Говорю Алкоголя Хватает То есть Ну Все Целое Алкоголя Хватает А Пить Никто Его Не Пьет Даже Бутылка Жигалевского Есть Конора Бутылка Пропор Твелл Я Думаю Что Сегодня Мы Ее Приговорим Хортица Даже Есть Короче Я Говорю Что Алкоголя Много Никто Его Не Пьет Поэтому Сегодня Немножко Мы Его Выпьем И То Я Только Бакал Пропора Бахну Потому Что Завтра Завтра Ехать Женька Тут Пироги Напекла Какие Это Не Открываются Короче Они Там Внутри Конфетка Смотрите Какие Женька Мне Котлетки С собой Жарит Гречечка Картошечки Почистили Все Процессы Готовки Вам Показываю Мука Раздел Что Тоска Лук Фарш Котлеты Лепятся Жареные Ну Грязно Готовится Все Понятно Что Грязно И Готовый Продукт Сейчас Женька Тут Кофе Варит У нас Мяска Маринуется Сейчас Уже Скоро Ребята Приедут Вот И Все Сейчас Это Самое Баклажаны Будут Вот Эту Штучку Блин Жень Забак Называется Спаржу Вот Тут Баллон Стоит Я съездил Заправил Америки Вот такие Баллоны Америка Газ Америка Газ Сейчас Распакую Мангальчик Барбекюшни Суточнее И Все Ждем Ребята Ну да Процесс Кулинарии Продолжается Гречка Уже На подходе У нас Картошечка Отмачивается Замучили Баклажанчики В воде С Соль Баклажанчики 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 У него кстати масло просит поменять Там на этом Я не знаю Уже наверное все уже И что там масло капает Там новая машина Я не знаю Ну мы так периодически Пенсионеру прогреваем У него и чек-энжин Короче И Айрбэги что-то горят Не знаю Там и вмятина Правда Впереди Короче смотрите Что хотел показать Виталика Клема Отвалилась Короче Плюсовая Он вчера ночью Приехал домой Хотел очень сильно Минусовая норма Плюс Вот он вот так вот Короче Замути Это прикой А не рюклинивая Короче Сейчас это самое Это у меня гараж Гараж для ремонта Он тут уже и головки снимал Клапанные крышки Точнее Прокладки менял Короче Сейчас по подвеске Будет ковыряться Тогда отъезжай Ты можешь вот туда запарковаться Или вправо Или влево Это гостевая парковка Последняя вот эти две Ай Блин точно Ага Окей Давай тогда отъезжай Я просто перед тобой встану И все Или я туда на гостевую встану Короче все Можно перепарковаться И парканулся У нас вот тут паркинг гостевой На четыре места Ну сейчас на два из-за этой кучи Но вот сейчас ребята приедут Там машину поставят Сюда еще одну поставят Погодка такая хорошая Все Виталик заехал Сейчас будет Ковырять своего монстра Ну да Он сейчас нагазует себя Потом будет тут кашлять Стоять Ремонтировать Че колеса ровно не поставил Стабилизаторы будешь менять Какой у него салончик Кожаные сидушечки А руль в какой оплеточке Как на трак пересел Так человеком стал Ёлки-палки А то ездил на этой На этом микроавтобусе На ведре На этом микроавтобусе Да Андрюхе тут уже А он смотри У него тут какие-то пломбы Что это? Ладно пломбы Посмотри какой тюнинг Ну вы видели какой ковер? Это вообще шикарно Причем Да капец О у него тут ягуар Это для лучшего сна На каргавенах же любят поспать Да говорят что это мы тракисты лохи Все бабки зарабатываются на этих бусах Ну что Виталик сейчас На техас бы Ой хорошо выловы Не хочешь вернуться? На хоть этот трак блять Детские игрушки Вот это серьезный бизнес Поляк из союза вон Что не ролик то подъем на тракистов Сколько полковник весит Что он на 180 паундов поставил вес Ну они же кушают хорошо У них денег много Я продавить не могу посидеть Ой короче 12 тысяч пробега у него уже Ничего тут не горит мы пошутили Все глуши тогда Подожди окно закроем У него кстати зеркала складывающиеся Я знаю А не складывается когда наверное открыта дверь Сразу видно что деревня Деревня как деревня Оп кнопочка Я и забыл А у тебя наверное не было? Было Вот стоит уже Видите уже диски про этот самый Про Ржавеля Зато столько стоит Зато Брембо от СРТ Да от говноты Все скоро уже Андрюха приезжает Через 10 дней И уже будет бомбить Ну надеемся что у него хотя бы цена на грузы Будет нормально У нас на траке конечно Оставляют желать лучше Что там попривозил ты покажи Свет Свет Все вожу с собой Клемы купил? Клемы купил Оуу Слушай Full injector clean Все короче будем бомбить У нас просто сам бантует вечером А сейчас еще как бы трех часов нет Это Алик сейчас машиной поковыряется А мы уже будем ждать остальных А тут что это у тебя тут пластик выскочил Это было было А гвоздь вот тут торчит маленький Тоже все было Да нет Смотрите какие у него диски Роторы вентилируемые Вообще Красота Вот купил Съемы Ой короче ладно Поль для клеммы Бляди и лампы Короче И инструмент Сталик ты кофе будешь? Буду Пошли Так пойдем Он еще не заработал ни на что Ни на кофе Ни на это Не закрывай А ну все ладно Не закрывай Замерзли здесь да? А ну наконец-то да Ну все короче Пошли пить кофе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok